Доброе утро, друзья! Мы в Будве. По этому поводу, собственно, решила записать вам это потрясающее видео. Давно мы с вами не виделись вот именно в таком влоговом формате. Мне кажется, и как раз-таки последний раз в Будве снимала, когда было два месяца назад, именно 24 часа. Поэтому решила повторить раз такой повод, такое событие. Тем более сегодня 8 марта. Я поздравляю всех девушек, которые смотрят и подписаны на меня. Обязательно поздравляю с этим праздником. Желаю вам любви, здоровья, много внимания, цветов, подарков. В общем, всего, чего вы сами себе пожелаете и захотите. Я приехала сюда с тремя книгами. Вот они у меня. Одна даже в плёночке. Мы её с вами, я думаю, всё-таки распакуем. И вчера я начала уже читать пробник, так сказать, чтобы понять, смогу ли я эту книгу продолжить читать именно в этом формате. Потому что не хочу, так сказать, опять встрять в какой-то книге, которую я буду тут тянуть и не смогу её в итоге дочитать. Первая книга, которую, я думаю, мы с вами всё-таки прочитаем и успеем, это «Обвинение Денис Мина». Мина. Это метаморфоза серия книг. Я читала в этой серии няню. Купила ещё одну там с девушкой с заклеенным ртом. И, естественно, захотела вот такую красоту, которую я здесь могу на море сфотографировать, поснимать как-нибудь красивенько. Ну, в общем, просто атмосферно. Потому что здесь речь идёт об убийстве на яхте, друзья. Причём стиль и слог очень необычные. Во-первых, нам рассказывается про девушку Анну, у которой двое детей, от которой хочет уйти муж к любовнице. И она слушает подкаст, в котором рассказывается об одном эпизоде из её прошлой жизни, плюс вот эта вот трагедия на яхте. Когда я читала, вчера начинала читать вот это начало всё, я не могла понять, что здесь происходит. Такая мешанина в голове, ей-богу было. Ничего не понятно, очень много имён, какая-то вот прям в перемешку весь сюжет. Я думала, что я брошу. В телеграм-канале, кстати, обсуждали с одной девочкой, или даже с двумя, с одной, наверное, именно эту книжку. И она вот меня возбудила, что не бросай, попробуй дальше прочитай. Потому что она её читала и говорит, что есть, конечно, моментики. Это не супер что-то новое, классное и обалденное, но прочитать, в принципе, стоит. Поэтому я взялась вчера вечером и дочитала до 70-й странички. Поэтому сегодня мы начинаем с вами именно с этой странички. В этот раз я буду держать также в курсе в телеграм-канале свой ход чтения именно на эту книгу. Ну, а вот на эти две это уже, наверное, будет держаться у меня в телеграм-канале в тайне. Вот, я склоняюсь здесь тоже читать одну, но вот в плёночке, которая, она больше подходит к моей погоде. Потому что у нас пока что солнечно, очень всё красиво, но в скором времени это всё превратится в грозовую дучу, в грозовой фронт. И как раз на обложке здесь очень подходит. В общем, как обычно, наши стандартные, наверное, уже апартаменты. Очень любим именно их. Но сегодня, кстати, у нас ванна. Вот, обычно душевая и всего. Но в этот раз с ванной будем. Так, у нас тут открыто. Без моря в этот раз опять же вид. Просто на город. А, и опять снова это кладбище, господи, прости. А, у нас с вами есть зона. Какая холоса. Так что, буду читать. Давайте найдём, где я буду читать. А, ну вот же, вот же моя лампа. Я надеюсь, там есть. Лампочка есть. Значит, свет должен быть. Всё, друзья, я довольна. Отлично. Хорошо, когда ресторан находится в одном доме. Решила заказать классический омлет. Помните, мы с вами как-то были здесь? Протеинский я заказывала. Да, протеинский. Это классик. Не знаю, вот, что относится вот эта картинка к какому из них. Наверное, прямовыра с грибами. Я не рискну. Потому что вот это точно не вкусно. А грибы они тоже так себе умеют готовить. Вот, так что. Надеюсь, принесут вкусное что-то. Это тоже, мне кажется, я пробовала. Хорошо, утром приходить никого нет. Такая красота. Такой комплимент принесли. Бесплатно. Ну, как бесплатно. Мы вчера просто чаевые хорошие ставили. И вот, угостили. Слушайте, ну, по дочам лета, конечно, не изменилась. Большая колбаса. Как в прошлый раз. Взяла книгу, конечно же, с собой сюда. Но, не знаю, мы сейчас будем раскрашивать камешки. В общем, заниматься детскими делами. Вот, поэтому почитать, конечно же, мне здесь не удастся. Потом я хочу с вами вон туда еще подняться. А то вчера не сходили, когда приехали вечером. А вон там ходили, кстати, весь прошлый год на пляж. И все, кто подписан на мой телеграм-канал, постоянно видел вот этот отель, постоянно вот эту дорогу. Таамы! Академистом! так страшно здесь стекает вода вот прям мимо идет и слышно как она стекает здесь постоянно обвалы все в сетках и ходить достаточно страшно конечно тем более я можете показывать не стала дочку зару подержала но вот эти вот местами ограждения просто смыто в воду а там где натянуты лески они просто перри перемотаны как месиво потому что storm волны и все такое все мы домой и сейчас посидела полежала почитала дошла вот до 14 главы это 97 стр я не знаю зачем я это читаю вот мне казалось что вот к 70 странице да там что-то было причем такое интересное сейчас опять у нас она какой-то свой этот подкаст включила сейчас она уже просменить дайвера там посмотрела и это все так от рассказывается от первого лица как будто дайвер сам рассказывает и и у меня каша в голове уже вот что хочу сказать я не понимаю зачем я это читаю мне совершенно не интересно вообще не интересно причем знаете интересно только одно вот как анна со своими там дочками с мужем вот это вот ее ее жизнь то что он там смотрит этот подкаст слушает я так понимаю дальше она будет расследовать это или что господи вообще ноль что мы с вами делать будем а я так надеюсь что у меня будут прекрасные 24 часа сейчас они просто под угрозу потому что книга просто ни о чем давайте распакуем мою новинку потому что я не хочу тратить время и не знаю без удовольствия читать книгу я говорила что в этом году я читаю только в удовольствии если я читаю 50 страниц и мне не нравится я бросаю а здесь извините уже 100 страниц и я не понимаю о чем здесь речь а вот кажется наш с вами форматик подъехал она такая кстати прикольная прорезиненная немножечко матовая я купила в белграде она стоила 1900 динар это примерно полторы тысячи или 1600 рублей ничего мне не говорите поэтому но уэйдж у нас дать сюда ой господи прости сказать сюда очень хороший 318 страниц я читала аннотацию когда покупала эту книгу смотрела рейтинг поэтому собственно решила ее купить так что 318 страниц я думаю более чем осилить возможно и не знаю пойдет ли у меня отчет по новой или я успею все-таки прочитать эту книгу до завтрашнего обеда сейчас 12 часов дня вот давайте до завтрашнего 12 часов будем с вами читать слава богу я немножко забыла сюжет но он очень должен быть такой динамичный и интересный возможно конечно так как я человек уже опытен в жанре триллеров может быть мне не так сильно понравится но просто друзья это очень обидно когда книги не нравится я если честно вообще не ожидал вот этой истории что вот так может конечно это не вернусь но чуть я сомневаюсь начинаем вот эту к сейчас лежала от лежала читала от лежала рукой себе щеку в общем 23 страницы я не буду говорить да что мне сейчас пока ничего не идет сюжет по крайней мере здесь простой семья вся погибает в пожаре кроме одного человека это дочка перл она в этот день уехала со своим молодым человеком гулять развлекаться отдыхать и так далее и пока все очень даже понятно сюжет интересен но я не знаю что происходит наверное мне нужно было какие-то романы взять сюда я один заложила заложила положила потом вот все это все но у меня есть третья книга друзья это будет просто марафон прочитая что называется по сто страниц и брось реально что первый сто и бросаем также здесь мы с вами читаем первые сто если что-то идет не так я беру третью книгу и сделаю это я уже сегодня так что очень будет интересно марафон это уже называется что я отвыкла таких марафонов просто не понимаю как теперь подбирать под них книги ну серьезно в общем здесь кажется у нас будет что-то поинтереснее я дошла до 32 страницы и девушка перл у нас не выжившая дочь богатых богатой семьи а она дочка охранника сторожа этой богатой семьи то есть дочка работника и из этой получается погибшей семьи гаррисонов семье гаррисонов 5 человек и погибли четверо один из сыновей он отсутствовал в это время в коттедже в особняке и поэтому остался жив и вот я так понимаю сейчас перл захочет обелить имя отца потому что по каким-то причинами его подозревают в поджоге дома или в каких-то таких вот обстоятельств которые могли привести к гибели семьи так что это явно поинтересней сюжетик у нас чем обвинение прочитала 90 страниц опять же книга очень легкая она абсолютно не нагружена ничем пока что у нас первым общается можно сказать вот этим выжившим ну как выжившим который вообще не был в этом доме коттеджи и параллельно еще там с несколькими молодыми людьми так сказать пока все взяли в пиратском магазинчике сейчас вот такие орешки шоколаде тут марципан по моему миндаль и еще что-то солененькое попробуем 190 страниц позади что я могу вам сказать то ли со мной что-то не так то ли с шанром который я сейчас читаю просто чтобы вы понимали я оставила сейчас пенелопу дуглас и доверие мне осталось там 100 150 страничек я ее оставила чтобы приехать соответственно буду с новыми книжками и начать здесь их читать помимо пенелопу дуглас я еще оставила сару масс королевство шпуфу роз до этого я прочитала дома сагарди возлюбленную то есть это было вообще классика и что-то мне подсказывает что триллеры пока что в мою жизнь немножечко не вписываются вот прям совсем чуть-чуть поэтому я читаю обязательно читаю мне кажется сейчас за час читаю потому что опять же очень она быстрая главы когда заканчивается просто по странице свободного текста свободного места вот поэтому сейчас я ее быстренько дочитаю и расскажу вам что вообще что это было время 7 часов вечера я читала эту книгу у меня получается на нее ушло 7 часов с перерывами на покушать и на поход в магазин в основном мы уже тут как раз того времени когда начала я читать книжку основное время провели в кафе и дома поэтому очень быстро 300 страниц у меня собственно и пролетело это пустышка я и поставлю один балл потому что ну все таки она легко читаться не отнять так сказать это янка дал триллер детектив из этого всего может быть подходит только вот подростковая все не какой-то не триллер это не детектив это какая-то просто мелодрама про девушку который на протяжении всей книги испытывала симпатии к разным молодым людям ничего она не расследовала особо никакого убийства или самосожжение что там у них по итогу было узнаете если захотите вдруг вот это прочитать но мой вам совет даже не приближайтесь к этой книге она безумно скучно она безумно банально она совершенно не интересно вы читаете как будто какую-то пустую сахарную вату вы пытаетесь там что-то перебирать но в итоге ничего не происходит и концовка опять же мягко говоря банальная то есть это просто ни о чем сюжет ни о чем хотя интересно все равно ну интересная была завязка да что семья у нас четырех человек погибает с края там все такое один сын он не оказывается на месте преступлений то есть его там нет и все такое вот кто у нас виновник догадаетесь поэтому друзья мои ни в коем случае к этой книжечке не приближаемся я понимаю что она выходила четыре года назад я добавляла ее кстати в себе на лайфлип но слава богу я обходила ее стороной почему меня дернул в белграде и купить почти за 2000 рублей я не знаю так что ни в коем случае не берите и не читайте это совершенно совершенно пустая трата времени так что я сейчас буду реабилитироваться знаете чем покажу итак моя реабилитация которая я надеюсь состоится будет с моим грибами перри коэном я уже показывала последние распаковки собственно эту книгу из нее я думаю у меня начнется нормальное видео вот это то есть в этом видео до отрезок нормального видео будет вот собственно сейчас начинаться потому что это все-таки не триллер не детектив то любовная история причем драма тяжелая больная любовь и поэтому я очень надеюсь что эта книга меня не подведет потому что если и она мне не понравится то со мной однозначно что-то не так потому что не могут три книги подряд не нравится тем более две были ладно одного жанра но вот это совершенно другое и тем более автор который мне знаком так что давайте сейчас приступим к чтению у меня еще есть время я еще даже не хочу спать мы очень рано сегодня встали в принципе как обычно так что посмотрим и проверим права я или нет насчет жаров смотрите какая у меня кстати закладочка из книжного магазина в милане я ее брала за 5 евро вот это обычный кусочек картон 500 рублей ни о чем как бы да просто что написано или беребока это сам один из самых старых книжных магазинов европы я уже на 19 страничке и могу уже сразу вам сказать очень жаль что я не взяла стикерочки потому что книга обещает быть по моему шикарный мне очень нравится слог мне очень нравится мне все пока я так понимаю что мне нужно было брать любовный роман да они триллер вы только послушайте цитирую судьбе нет дела до красоты любви чувств потому что из них сотка на настоящее судьба шлифует время не ведая об эфемерном она стремится в будущее и читается став прошлом тут же тут же на предыдущей странице перестань пугаться отгони все сомнения наслаждайся счастьем даже если все оборвется ты будешь знать у тебя была любовь твоя жизнь станет несравненно богаче это либо переводчик как какой-то гениальный человек либо я не знаю настолько красивый язык у моего настолько красивый текст у нас только изящный он элегантный он льется это действительно история любви причем истории любви между людьми которые ну не должны быть вместе она танцовщица которая не окончила там что-то из вуза да и что-то из высшего образования не получив он состоятельный умный роскошный молодой человек который увидел ее и конечно же не смог не влюбиться и причем это все совершенно не ванильно то есть начало абсолютно такое серьезную тридцать первая страница у меня сейчас у нас идет пятая глава и месяц назад события то есть начало было пять лет назад год назад сейчас месяц назад потом будет за несколько дней потом уже будет самое главное наше событие это автокатастрофа это не спойлер то все в аннотации и вот тоже где-то на вот за несколько дней пятидесятой странице вот спаси с восьмидесятой уже начинается наше время сейчас что происходит день когда случилось несчастье от восемьдесят шестая чувствую эта книга будет топ топ года прям я уже в восторге от всего мне много не надо для успеха это красивый хороший текст хороший до перевод текста потрясающие какие-то выноски и цитатки завтра пойду куплю стикер на себе тут все лепить и конечно же хорошая история сюжет я боюсь тебя буду плакать этой истории мне кажется что есть такое так что приду дальше читать уйду просто в наслаждение просто не смогла с вами не поделиться и прервалась я собираюсь уже идти спать читала сколько могла прям до упадка своих сил до 108 страницы немножечко расскажу что здесь происходит то есть мы с вами уже поняли что есть молодой человек очень состоятельные точнее сын богатых родителей и есть девушка танцовщица которая не понравилась но она совершенно ему не подходит и вот как бы две противоположности у нас сталкиваются начинают встречаться у них происходит любовь конечно же и судя по аннотации которую наверное все таки не стоит читать никому я дошла до такого момента который изменит их судьбу причем это будет весьма необычно это будет очень жизненно и должно как-то сказаться на будущем наших героев то есть даже не знаю как нормально объяснить что сейчас произойдет то есть вот 108 страница и здесь идет за 10 минут до то есть вот за 10 минут до события которое случится с героями нашими главными то есть это происшествие назовем это так вот и на этом моменте я хочу уйти и уже буду завтра читать рассказывать что там будет происходить насколько это сильно повлияет так все такими героев и ну собственно закончим с вами завтра уже читать я ее буду читать дома и возможно расскажу как обычно по итогу не люблю прерывать все-таки одну книгу мы с вами прочитали вторую тоже как бы читаем и заканчивать на половине заканчивать этот влог общем странно для меня всегда я предпочитаю отдельно уже от съемки дочитывать и рассказывать увидимся уже с вами утром всем спокойной ночи кто смотрит вечером кажется начинается уже дождь шторм дождь что-нибудь такое кстати вот досюда мне нравятся эти балконы здесь всегда сухо ничего не видно и не доходит досюда то есть вот по идее в каплях у нас только ограждение что очень интересно всех свет горит замечательно всем привет я уже с 6 утра собственно читала вот немножечко хотя бы свято стало и я продвинулась до 158 странички сейчас чуть попозже расскажу вам подробнее просите что я так выгляжу просто другой возможности что-то снять у меня не будет у меня половина книги вот собственно говоря и теперь я точно убеждена что эту аннотацию ни в коем случае нельзя читать если вы захотите познакомиться с этой историей потому что аннотация это примерно как раз таки до 110 или наверное до 110 110 нет наверное до 130 страницы это аннотация вы представляете половина книги это аннотация я всегда говорю о том что издательство у нас хреново делают когда пишут аннотации на половину книги это неправильно я не знаю сколько мне говорить и кричать и рассуждать что хочу сразу вот сказать и заметить я такую историю никогда не читала я никогда не читал такой сюжет я никогда не видела подобного и это необычная история любви она здесь можно сказать с потусторонним связано с чем-то мистическим с чем-то необычным но это и делает эту книгу выделяющийся из большинства в инстаграме я выложила что кажется это пока что претендент на лучшие года и меня сразу же девушка написала что ее хочет купить которая у меня подгорится мне кажется еще одна напишет и вот у нас будет драка кто купит эту книгу как факт я очень рада что я взяла эту историю потому что она действительно шикарная шикарный язык шикарный слог если вы опять же не знакомы с дирикой нам обязательно это сделать потому что автор пишет просто великолепно этот ажурный элегантный стиль он просто дает такие невероятные ощущения а тем более наполнение это очень необычное произведение очень необычное и несмотря на то как это все закончится и будут ли тут какие-то еще подводные камни и будут ли здесь какой-то не могу только затем шок типа того я уже уверена что это книга будет прям супер крутая супер классная так что будет читать еще дальше вставляете вот волны у нас зимой здесь доходят вот сюда потому что здесь душевые поставлены с раздевалками конечно тут никогда нет песка а зимой именно все конечно в песке там-то убирают здесь меня будет слышно потому что у нас такие дикие волны короче весь со страниц позади я не знаю как вообще относиться к такому сюжету если честно я не этого ожидала здесь этого не ожидала но все равно читаете интересно очень любопытно что у нас по итогу станет с героями габриэль и клара если я не говорила мне кажется я не говорила вообще этих сюжетах хочется знаете рассказывать достаточно завуалированно потому что они не банальны и они очень ну как бы необычны да по своей структуре так что лишнее слово скажешь и всего это будет каким-то жидким слоем поэтому давайте я дочитаю приеду домой расскажу вам по итогу насколько все таки я оцениваю эту историю потому что она слишком дико необычна для меня для вообще любителя триллеров детективы какую книгу в будке нашла сейчас посмотрим аннотация интересная прям до ну что ж мы в подгорице на самом деле мы уже несколько дней в подгорице я просто не могла найти свободного времени чтобы записать наконец-то концовочку и подвести итог по поводу этой книги давайте сейчас это быстренько сделаем потому что скоро нам уже тоже выходить из дома я начала уже новую книгу по-моему она будет просто роскошной кто не хочет смотреть дальше скажу одной фразой это топ года пока что это лучшая книга которую я прочитала 2024 году что касается самой концовки она немножечко все равно получилось не такая которую хотелось бы наверное видеть я ожидала более драматичную концовку более драматичный финал но автор видим пощадил читателей и финал был достаточно мягкий достаточно лояльный ну и опять же очень романтичный так что кто захочет этой весной хорошую такую получить дозу романтики любви и очень не банального сюжета про весьма неоднозначные вещи так сказать обязательно обратите внимание это опять же не классическая история любви она здесь очень многогранно очень интересно и затрагивает многие струны человеческой души тела и вообще сознания очень много можно пофилософствовать на тему этой истории на тему в принципе наверное истории когда какой-нибудь ваш любимый человек если находится на грани риска жизни и смерти и в этот момент много начинают мысли крутиться в голове это не то что там крутится вы просто в агонии чувств пребываете в такой момент и здесь клара именно таких чувствах пребывала но в больших наверное больше агонии пребывал габриев как раз таки вот так что это вкратце вам такой финальный отзыв так как у меня уже 24 часа давно закончились немножечко все таки конечно же вам рассказала всем спасибо кто посмотрел это видео оно получилось абсолютно точно без различных моих классических вставок подборок с музыкой как я это обычно делаю без подсъем как раз как-то оно более такого лайф режима всего две две у меня было вставки по моему с музыкой вот поэтому оно было очень удобно и просто было его монтировать и очень быстро потому что как-то не было у меня вдохновения снимать что-то вот знаете как я раньше снимала летом сейчас пока не то время но уже предвкушаю что это вот-вот уже ко мне придет вот спасибо что посмотрели это видео всем пока